Сегодня в республике прошел единый информационный день. Представители министерств, федеральных ведомств и районных администраций встретились с коллективами предприятий. Одна из основных тем – итоги социально-экономического развития Чувашии за прошлый год. Какие приоритеты стоят перед столичными властями, работникам завода имени Чапаева, рассказал глава Чебоксар. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. С работниками завода имени Чапаева в рамках единого информационного дня глава города общается не в первый раз. На последней встрече Леониду Черкесову пожаловались на разбитые тротуары, по которым люди добираются до своего предприятия. Наказы горожан взяли на контроль. Пешеходные дорожки отремонтировали уже летом. У нас задача, чтобы ни один вопрос, который здесь был задан, и в письменной форме он есть, он не должен оставаться без рассмотрения. И по возможности мы должны эти вопросы решать. На этой встрече работников интересовали вопросы развития столицы. Многих из них волнует, насколько скоро реконструируют расположенный неподалеку от завода стадион «Волга». Леонид Черкесов отметил, что в перспективе здесь намерены создать современную площадку для занятий футболом, теннисом и хоккеем. Есть эскизные проекты на некоторые объекты и проектно-сметная документация. Это будет полноценный современный стадион муниципальный для жителей нашего города. О перспективах на ближайшие годы Леонид Черкесов рассказывал почти час. Приоритеты ремонт домов и дорог, ликвидация аварийного жилого фонда, строительство новых площадок для занятий спортом. На контроле властей Чебоксар повышение заработной платы у работников социальной сферы. Для нас это очень печально, то, что средняя зарплата у нас в январь-февраль упала в социальной сфере. Конечно, мы должны в течение года это выровнять, конечно, но это будет зависеть от средней зарплаты по региону. Очередные просьбы горожан взяты на карандаш. Отреагировать на них глава Чебоксар пообещал в ближайшее время. Медрик Ковалев, Игорь Зверев, Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова